Я не считал, но мне кажется раз, наверное, 30 точно просили сделать овощное блюдо в летний сезон, вкусное, классное и красивое. Вы уже поняли, что речь пойдет о рататуйе, и вы уже видите, что овощи определенные лежат на столе, тоже сразу в голову приходит рататуй. Да, сегодня будем делать рататуй, начну я его с соуса, который непременно должен быть в этом блюде, потому что иначе он будет сухим. Конечно, есть масса людей, которые готовят рататуй, как кабачковую икру, и присылают мне, говорят, ой, я сегодня приготовил рататуй, я говорю, не рататуй, это кабачковая икра, мелко нарезанные овощи, протушенные в сковородке. Ну да, так тоже можно, наверное, сделать, назовите хоть горшок. Главное, чтобы это было овощное блюдо. У меня есть маленький сотейничек, но чтобы в сковороде там не разбрызгивать, и чтобы потом удобно было его измельчать, я, соответственно, сразу же нарезаю лук. Произвольно, потому что все равно потом будет блендер, соус должен быть однородным. Вы, конечно, можете заморочиться, но даже если вы очень мелко нарежете лук и все остальные овощи для соуса, придется потом испытывать некий дискомфорт, когда вы будете все это поедать. Ну, знаете, мелкий кубик, дело такое, вопрос сразу возникает, типа, если вы готовили классическое французское блюдо, почему у вас две разные нарезки присутствуют в одном блюде? Русские чаще всего отвечают, да пофиг, мы же готовим вкусную еду. Ну, да, логично, можно и так. Лук там, перец. Вот все спрашивают, типа, куда уходят вот эти попки? Вот они как раз и уходят в соус. Берем то, что неудобно, отрезаем, это все потом я разделаю дополнительно, а это, ну, вот так порвите руками и все в соус. Значит, в соус у нас еще идет вот что, обязательно растительное масло, можете оливковое использовать. Но я предпочитаю растительное, потому что лето все-таки полегче и растительное не отнимает вкус у блюда. Оливковое, я думаю, что оно, считаю вернее, что оно немножко замещает вкусы, и поэтому не так часто его использую. Мусор весь отсюда. Все остальное, смотрите, там по размеру можно даже сломать, вообще не вижу в этом никакого препятствия. Препятствия. Главное, чтобы все было красиво. Дальше потом подровняю. Лук обжаривается, сюда пару зубчиков чеснока. Потом добавлю еще. И, конечно же, когда лучок сейчас у меня подойдет уже к мягкости, тогда можно будет туда отправить томаты в собственном соку, и я еще туда добавлю базилик. Значит, пока все у нас находится на стадии тепловой обработки, давайте так сделаем. Да, не очень толстыми, но одинаковыми монетками такими режем. Можно наискосок, можно не наискосок. Используйте разные овощи. Желательно вот такие вот. Цилиндрическая форма, чтобы удобно было нарезать. Щепотку соли. Вратату и, главное, соус. Овощи-то что? Нарезал их, сложил и все. Значит, сюда скидываем овощи. Так, дальше баклажан. Вот, смотрите, лук. Стал такой, знаете, наполовину приготовленный. Немножко хрустящий, но еще остается там порох в пороховницах, ягоды в ягодицах. Туда теперь добавляем томаты. Пол банки. Меллитров 200. Потому что у нас будут томаты внутри. Если еще будет много томатов снаружи, у нас будет томатный рататуй. И добиваем баклажанчик. Вот вы смотрите на картинках. Красивый-красивый рататуй, да, получается? А это потому, что терка должна быть вот такая, мандолина. Ножом нарезать идеальные потолщине кружочки практически невозможно. Нет, можно, конечно, потренироваться. Эдак пару-тройку месяцев. И наверняка рука у вас станет точной. Удивительно точная рука. Будут говорить про вас, ваши коллеги и родственники. Соу-фа-сол. Чуть соли даем. Ну, масло я сюда давать не буду, потому что баклажан много впитает масла. У нас же ведь там соус тоже с маслом. Пусть будет у нас соус отвечать за всю влажную структуру и текстуру. В соус еще нужно добавить базилик и я еще пару зубчиков чеснока, потому что те уже уварились и вкус, так сказать, пропал. По идее, надо бы, знаете, еще добавить один зубчик чеснока, потому что я чеснок люблю и считаю, что это как раз будет самое то, что нам не помешает. А сделать соус, наоборот, еще вкуснее. Перец черный обязательно. Обязательно все перемешать, чтобы ничего не пригорало. Вот, чеснок сразу дает нормальный вкус. Солю много нельзя, там у нас тоже соль, да? Тогда делаем вот что. Небольшое количество воды, так, чтобы, знаете, соус стал чуть-чуть жиже. Нужно представить себе. Ни в коем случае не должен быть суп. Добавляем водички туда, чтобы просто он стал чуть-чуть жиже. Будет слишком густой, он не будет протекать между слоями. Базилик вместе со стеблями. Базилик вместе со стеблями. Нарезаем как попало. И отправляем вот сюда. Вот он. Базилик не жалейте. Базилик это то, что делает сейчас же лето. Столько травок, муравок всяких разных. А вот сюда, вот сюда, пока что добавлять ничего не будем, за исключением одного маленького нюанса. Я не нашел свежего орегано, но считаю, что щепотка вот здесь вот должна быть. Поэтому добавляю сюда сухой орегано и сухой тимьянчик. Обязательно добавляйте в соус, ну, вот, щепотку. Обязательно добавляйте в соус, потому что там влажность, он подварится. Если добавите сюда, потом будет хрустеть на зубах. Все, перемешиваем. Ой, какой аромат, какой шикарный аромат. Ой, великолепие. Чуток-чуток водички. Соус должен быть жидкий. Все, особо никаких пряностей сюда добавлять не нужно. Но, знаете, как всегда, я говорю, если не нужно, но очень хочется, то можно, конечно. Вот так. Соус слегка проварился, слегка. Все размягчилось. А, и у нас же еще есть томат. Огурца, брат. Вот, смотрите. Ножи, конечно, у терочки мои не самые острые, но томат режет. Надо будет подточить. Опа. Так, пальцы целы. Томаты нарезаны. Значит, цель достигнута. Все отлично. Значит, когда у нас эта вся штука проварилась, все лишние штучки-дрючки убираем куда-нибудь подальше. Соус совершенно универсальный. Можно его сохранить, если вы весь не использовали, для других блюд. Для любых. Мясных, овощных. И теперь нужно все пробить. Если паритесь по поводу того, что шкурки не перевариваются, а это так и есть, тогда его нужно будет хорошенечко пробить в однородную пюрешку и процедить через сито. Если не паритесь, тогда просто-напросто пробивайте погружным блендером и все. До нужного состояния. Соус готов. Вообще-то его можно есть так. Я вот пока его пробовал. Он съедобный. Очень вкусный. Теперь-ча нужно взять соус и налить его вот сюда. Можно взять любую емкость, просто у меня другой нет. И я буду делать ее, вернее, запекать рататуй в керамике. Соус обязательно нужен на дно, потому что те соки, которые выйдут из овощей, смешаются с соусом. Соус поднимется, овощи все будут снизу давать влагу, вернее, соус будет давать влагу, овощи будут готовиться, не сушиться, а именно готовиться так получается. Гораздо вкуснее, интереснее и так далее. Значит, смотрите, что мы делаем. Начинаем выкладывать штучки-дрючки. Вот такие. Значит, потом мы их подкорректируем непременно. Значит, у нас перчик. Значит, складываем, складываем, все в произвольном порядке. Вот как вам захочется, так и складывайте. Овощи у нас уже подсоленные. Тут, знаете, удобно-неудобно дело практики, потому что французы выкладывают в круглую, кто-то выкладывает в квадратную. Можно, конечно, использовать и прямоугольную, и треугольную. Здесь главное, знаете, сноровку, закалку, тренировку. Помидорки перемежаем. Есть, конечно, люди, которые говорят, для того, чтобы вот он должен был обменяться там, где-то, что-то как-то, следите за очередностью. Все влажное, все овощи содержат сок, все обменяется. Никакого не должно быть, никакой запары особо не получаться. Вообще, не надо обеспокоиться об этом. В чем красота рататуя? А именно, как раз-таки вот в этих цветах. Конечно, вы можете как угодно нарезать, и как угодно засунуть, и как угодно вообще потушить. По сути-то, конечно, если мы разберемся в деталях, то, ну, это и есть, наверное, баклажанная икра или кабачковая икра. Все то же самое. Только форма подачи и вот эти все слои, они и создают вот этот аппетит, создают красоту на кухне. Ну, французы, одним словом, взяли и заморочились. Смотрите, значит, у меня здесь остатки соуса есть. По идее, и бы надо, конечно, чуть-чуть добавить сюда соуса, но так как красиво здесь все, я думаю, я маслицем сверху сбрызну, чтобы у нас процесс приготовления шел сверху, в том числе, и все, не буду заливать соусом. Я местами здесь впихивал, когда кусочки, соус появился, эти овощи еще дадут сок. Думаю, достаточно, не нужно будет слишком. Отправляем в духовку. Я не рекомендую посыпать никакими специями, они начнут сохнуть, подгорать. Пусть будет красота в чистом виде. Духовочка у меня вот такая. Ну, в смысле, значит, 210 градусов, верх-низ, жар, 25 минут, 40 минут в итоге, я еще продлил время, простоял 40 минут, ну, потому что решетки у меня надо было на решетку поставить, на самый верх, а я поставил вниз. Поэтому в итоге у меня все приготовилось, получилось вот что. Чудесный аромат, очень много жидкости, ну, потому что овощи дают жидкость, вот можно, не знаю, поглядеть, вот тут свеженьким перцем, сверху я всегда нет-нет, да и присыплю. Могу показать даже, как это выглядит на тарелке, а то потом скажете, что вот это не вытаскиваешь, не вытаскиваешь что-то. Берете овощи, выкладываете на тарелочку, вот таким образом. Соус поливаете, вот таким образом. Горячее блюдо украшать не нужно, иначе травка-муравка, которую вы посыпаете, станет вялое, теплое, теплое, вялое, станет невкусное. А мне нужно что? Чтобы было все вкусно. Ну, давай, кабачок фермерский. Травки-муравки разошлись. Кислоты достаточно, недостаточно соли. Солил-солил, побоялся, и в итоге не досолил. А баклажан не пропекся до 40 минут. Офигеть. Кабачки в хлам. Баклажаны римпортные. Хотя они казистые. Специально таки покупал, чтобы были как из дешевого магазина. Ну, смотрите. Значит, нужно подольше подстоять. Я сейчас делаю так. Для того, чтобы дошли баклажаны, их нужно полить соусом сверху еще один раз. и накрыть фольгой. Тогда они под собственной температурой. Сейчас все эти испарения влаги, соуса доведут их до готовности. И учесть, что здесь еще керамика, которая держит тепло довольно долго. Баклажан верну. Все остальное доем. Так. Оп. самое главное, что это безумно вкусно. Но баклажан сволочь подставляет нас. Вот так. Ладно, я фольгой сейчас все это накрываю. Держите подольше. Вкусного вам, приятного ужина, аппетита. и помните, что чем больше вы готовите, тем больше повышается ваш уровень. Чем больше повышается уровень, все становится вкуснее. А если у вас дома будет все вкуснее, значит, ура, получилось. Наконец-то я добился от вас того, чего хотел. Пока. Пока.